В городе Артемовске тема жилья коммунальных услуг уже давно стала, мягко говоря, тяжелой. Говоря о многоквартирных домах, нельзя было не вспомнить об управляющих компаниях. Что это за организации? Какие услуги они обязаны предоставлять? Знают ли сами жители о своих правах и обязанностях управляющих компаний? Ничего не знаю я. Кто-нибудь? Ничего не знаю. Спасибо. Вы знаете, я ничего не знаю. О, я вообще ничего не знаю. Некоторые считают, что было бы лучше и вовсе без них. Что это очень плохо. Мы сами все делаем и считаем, что это правильно. Как видим, местные жители знают немного. Согласно положениям жилищного кодекса Российской Федерации, управляющей компанией является организация, осуществляющая управление многоквартирными жилыми домами. Целью деятельности управляющей компании является поддержание нормального технического состояния, общего имущества многоквартирных жилых домов и составляющих частей. Что сделали для жителей управляющей компании города Артемовский? У нас, например, берутся ремонт, а у нас ремонта нет. Это у нас все внутри там течет, никто ничего не делает. А здесь тоже берут деньги за это все. Пойдешь, напишешь заявку, а ничего не делают, конечно. Они деньги берут. А вот ремонтируют очень мало. Такие как-то даже не могли сделать воду. Вода замерзла зимой в доме по переулок Заводской 2. И пришлось собственными силами это все делать. А за одиннадцатый год отчитались. Мы асфальт сделали, мы по Комсомольской 3 живем. Все у нас оборудовали, а ничего даже не сделали. Да не очень, я бы сказал. Ух ты, крыша текет. Сены примерзают. Знают ли люди, что входят в обязанности управляющих компаний? Ремонтировать жилье, крышу, вода на них. Вот то, что внутри дома находится. Предоставлять они много чего обязаны, но они не предоставляют. Во-первых, они каждый год заставляют людей, жителей, менять счетчики. Работу управляющих компаний мало кого устраивает. Но деньги по-прежнему с граждан взымаются. И о проделанной работе, если это можно назвать работой, жители квартир отчетности не получают. За что они платят и куда уходят эти деньги, непонятно. Это закон, надо платить, куда деваться. А это отмывание денег. И выезжают на пенсионера. Я бы хотела, чтобы они побольше общались с жителями дома. Собрания проводили. И тогда будет и для них ясность, и для жильцов ясность. У нас много вопросов. Много вопросов по дому. Всегда возникает. Люди ответа полного не получают. Таким образом, можно предположить, что деятельность управляющих компаний в основном состоит в сборе денег с жителей квартир, многоквартирных домов. И, пользуясь юридической неграмотностью граждан, компании не спешат выполнять свои обязанности. Продолжение следует...